Началось настоящее побоище с разгромом зданий с сожженными автомобилями. Молодых парней, а также девушек, избивали железными прутьями, саперными лопатками, дубинками. Некоторые были задержаны и вывезены за черту города, где их раздевали, избивали и выбрасывали прямо в мороз на снег. События в Алма-Аты не оставили равнодушными весь регион. В столицу на помощь выступавшим отправились автобусы с молодыми людьми из южных областей Казахстана, а также кыргызская молодежь из Бишкека. Выступление казахской молодежи, продолжавшееся двое суток, было жестоко разогнано силами внутренних войск ОМОНа и советской армии. Причем немалая часть из тех, кто подавлял протест, были специально привезены с провинциальных областей РСФСР, что обеспечило безжалостность к протестующим. В разгоне демонстрации были задействованы также дружины, составленные из русскоязычных рабочих промышленных предприятий, вооруженные железными прутьями и обрезками кабеля. Трагические события в Алма-Аты, получившие название «Желтоксан» в декабре, несомненно, оказали большое влияние на самосознание казахского народа. 18 сентября 2006 года в Алма-Аты на пересечении проспекта Желтоксан и улицы Садпаева состоялось торжественное открытие памятника «Рассвет свободы», посвященного декабрьским событиям 1986-го. Декабрьские события в Алма-Аты, явившись ярким прецедентом, дали наглядный толчок выступлениям в других национальных республиках бывшего СССР – в Балтии, в Грузии, в Азербайджане, в Украине. И этот процесс закончился распадом Красной империи, а также провозглашением бывшими союзными республиками независимости. Те, кто интересуются причинами развала СССР, чаще всего указывают в сторону Балтийских республик – Литвы, Латвии и Эстонии. Мол, они изначально были ближе к Европе, а посему и стали той слабой опорой, из-за которой рухнуло коммунистическое государство. Война в Афганистане, Чернобыльская катастрофа, бездарная кадровая политика и экономические реформы в период так называемой перестройки тоже подлили масло в огонь. Но немногие помнят, насколько большую лепту в освобождение от пут соцлагеря внесла отважная казахская молодежь. В 2016 исполняется ровно 30 лет с момента, когда жители Казахстана вышли на центральную площадь столицы Алма-Аты, чтобы выразить свой протест против назначения чужака во главе республики. И хотя в этом был элемент стихийности, по большому счету эти события имели глубокие корни и многолетние предпосылки. Казахскому народу осточертело, что его интересы не принимали во внимание, что союзный центр вытирал ноги о казахскую культуру и язык, и в целом не уважал положение коренного населения. Казахи оказались бесправными на своей же земле. В социальной иерархии советского Казахстана подавляющее большинство казахов занимало самое низшее положение. При переезде в Алма-Аты или другие крупные города, казахам из-за аулов издевательски предоставляли самое худшее – аварийное жилье, или в лучшем случае первые или последние этажи квартирных домов. В то же время существовала тонкая прослойка городских казахов, советской бюрократии и номенклатуры. Немалая доля казахов была и среди людей культуры, науки и искусства, однако эта интеллигенция, несомненно, составляла мизерное меньшинство, меньше верхушки айсберга. Застойные явления в народном хозяйстве резко обнажили имевшиеся противоречия, недостатки командно-бюрократической системы в планировании и размещении производственных сил. С 1954 по 1986 годы в республике было закрыто более 600 школ с казахским языком обучения. Казахский язык перестал функционировать во многих общественных местах и превратился в сугубо бытовой. Этот длительный процесс отчуждения от национальной культуры и языка привел к появлению заметной группы манкуртов. И, наконец, возмущение вызвало явное противоречие между традиционно командными действиями центра и провозглашенными демократическими принципами перестройки. Результатом серьезных противоречий между первоначально провозглашенными целями и реальностями дня и явились декабрьские события. Поводом к ним послужила смена высшего руководства Казахстана. Задолго до этого в Казахстане и Москве начала звучать критика в адрес руководства республики и лично против первого секретаря Центрального комитета Кунаева, которому в то время было уже 75 лет. Все понимали неизбежность смены правящей верхушки, тем более, что об этом говорили и московские правители. Однако ожидалось, что это произойдет демократическим путем, поэтому дальнейшие события справедливо были расценены народом как нарушение властью самой же провозглашенных принципов. 15 декабря 1986 года в столицу Казахстана прибыл член ЦК КПСС Разумовский и первый секретарь Ульяновского обкома партии Колбин. Утром 16 декабря состоялся пленум ЦК КПСС. На повестке дня стоял один вопрос – организационный. Пленум длился всего 18 минут. За столь короткий срок был решен один из важнейших вопросов – смена политического руководства Кунаева, который возглавлял республику без малого четверть века. Вместо него был назначен Колбин. До избрания в республике не работавшие абсолютно большинству населения неизвестны. То есть главой республики был избран человек, не только не связанный с Казахстаном и не знавший местных условий, но даже не состоявший на учете ни в одной из местных партийных организаций и не имеющей казахстанской прописки. Это было воспринято как оскорбление казахского народа и вызвало стихийный протест. В итоге, в середине декабря 1986 года казахская молодежь Алма-Аты, в основном студенты столичных вузов, приехавшие из глубинки, а также алма-атинцы, которые были небезразличны к судьбе родины, вышли на площадь имени Брежнева. Вышли с транспарантами, с требованиями, вышли мирно и цивилизованно. Многие протестующие были даже не против назначения русского или представителя других национальностей, но выросшего в республике. Вот лишь некоторые из транспарантов протестующих. Требуем самоопределения. Каждому народу свой лидер. Не быть 37-му. Положить конец великодержавному безумию. Хватит диктовать. Во время демонстрации звучали речи лидеров-ораторов, громко звучала казахская музыка. Собравшиеся скандировали патриотические лозунги. Однако массовое выступление казахской молодежи, продолжавшееся двое суток, было жестоко разогнано силами внутренних войск ОМОНа и советской армии. Причем немалая часть из тех, кто подавлял протест, были специально привезены с провинциальных областей РСФСР, что обеспечило безжалостность к протестующим. В разгоне демонстрации были задействованы также дружины, составленные из русскоязычных рабочих промышленных предприятий, вооруженные железными прутьями и обрезками кабеля. Как вспоминает казахский писатель Абиш Кикельбаев, первыми в атаку на протестующих с щитами, дубинками, саперными лопатками пошли курсанты погранучилища КГБ СССР. На морозе были применены водометы. В ходе репрессивных мер среди выступавших появились открытые антисоветские казахские националистические настроения. Началось настоящее побоище с разгромом зданий, сожженными автомобилями. Молодых парней, а также девушек, избивали железными прутьями, саперными лопатками, дубинками. Некоторые были задержаны и вывезены за черту города, где их раздевали, избивали и выбрасывали прямо в мороз на снег. Пострадавшие девушки, если оставались живы, становились инвалидами, не могли иметь детей. На фото 16-летняя Лязат Асанова, один из лидеров протестующих, погибшая во время тех событий. Около 900 человек были наказаны в административном порядке. Более 300 человек отчислено из вузов. Уволены с работы 319 участников событий, а общее количество задержанных составляло 8,5 тысяч человек. 99 из них были осуждены к различным срокам лишения свободы – до 15 лет. События в Алма-Аты не оставили равнодушными весь регион. В столицу на помощь выступавшим отправились автобусы с молодыми людьми из южных областей Казахстана, а также кыргызская молодежь из Бишкека. Однако эти автобусы были оперативно перехвачены и остановлены у подступов к Алма-Аты. На следующий день протесты прошли на площади в Караганде, что также закончилось массовыми арестами и наказаниями. Неудивительно, что официальные СМИ охарактеризовали массовые протесты как «хулиганские националистические выступления». Всюду на страницах газет на участников событий сыпались обвинения в безрассудстве, хулиганстве, радикализме, неграмотности, необразованности, в неблагодарности к советской власти и, конечно же, в оголтелом национализме. Народ же душой был на стороне выступившей молодежи. Согласно официальным сводкам, в результате данных событий погибших было 2-3 человека, около 1700 получили черепно-мозговые травмы, а также 2 человека приговорено к высшей мере наказания. Однако, согласно многократно подтвержденным неофициальным данным, число погибших могло доходить до двух сотен. Появились массовые захоронения за городом. Декабрьские события в Алма-Аты, явившись ярким прецедентом, дали наглядный толчок к выступлениям в других национальных республиках бывшего СССР. В Балтии, в Грузии, в Азербайджане, в Украине. И этот процесс закончился распадом Красной империи, а также провозглашением бывшими союзными республиками независимости. Трагические события в Алма-Аты, получившие название «Желтаксан» в декабре, несомненно, оказали большое влияние на самосознание казахского народа. 18 сентября 2006 года в Алма-Аты на пересечении проспекта «Желтаксан» и улицы Садпаева состоялось торжественное открытие памятника «Рассвет свободы», посвященного декабрьским событиям 1986-го. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok